Здравствуйте! На этом уроке мы попробуем построить график вот такого уравнения. у равен 1 треть х минус 2. Выражение такого вида называют уравнением с угловым коэффициентом. В общем, мы можем записать это уравнение как у равно m х плюс b, где m – это угловой коэффициент, и в нашем случае он равен 1 третьей. Давайте запишем. m равно 1 третьей. А b – это ордината точки пересечения прямой с осью у. В данной ситуации b равно минус 2. И b действительно будет ординатой точки пересечения прямой с у, так как мы знаем, что в этой точке х равен 0. И если мы вместо х в это выражение подставим 0, то m умножить на 0 равно 0, и у нас получается у равное b. Именно поэтому b и является ординатой точки пересечения. Если мы посмотрим на это уравнение, то, кажется, довольно просто построить его график. Итак, b – это ордината точки пересечения прямой с осью у, и она равна минус 2. А это значит, что прямая пересекает ось у в точке, в которой у равен минус 2. Отметим эту точку. Вот она. Координаты этой точки – 0, минус 2. Как видите, нет ничего сверхъестественного. Если вы мне не верите, то можете вместо х подставить 0. Тогда 1 треть умножить на 0 – это 0. 0 минус 2 – это минус 2. Следовательно, у равен минус 2. Значит, это у нас точка пересечения прямой с осью у. Продолжим. 1 треть – это значение углового коэффициента прямой. То есть 1 треть показывает, как меняется значение у относительно значения х. Итак, это угловой коэффициент. Значит, мы можем записать, что 1 треть равна приращению у, деленному на приращение х. Или же мы можем сказать, если значение х меняется на 3, то значение у меняется на 1. Давайте я эти изменения продемонстрирую на графике. Мы точно знаем, что эта точка принадлежит прямой. Это точка пересечения прямой с осью у. Угловой коэффициент говорит нам о том, что с каждым изменением х на 3… давайте от этой точки переместимся вправо на 3… значение у меняется на 1. Эта точка также принадлежит нашему графику. И если мы увеличим х еще на 3, то у увеличится на 1. А если мы уменьшим х на 3, то у уменьшится на 1. А если значение х уменьшится на 6, то у уменьшится на 2. Итак, мы перемещаемся на 6 делений влево и опускаемся на 2 деления вниз. Вот эта точка. И, как вы уже заметили, все эти точки расположены на одной прямой. Эта прямая и будет графиком нашего уравнения. Давайте ее проведем. Таким образом, графиком нашего уравнения будет вот такая прямая. На этом все. До скорой встречи!